Представители знака зодиака Козирог. Козироги, мои дорогие, здравствуйте. Торопрогноз, гороскоп, март 2024 года. И это не есть какой-то короткий период дистанции в один месяц. Это будет продолжаться как минимум до 14 апреля 2027 года. Вот такая длительная дистанция. Почему? Потому что март будет связан с событиями, скорее всего, которые сложились на конец февраля, 19 февраля. Это своеобразный выход из повторяющегося сценария. Это продолжение тех тем или вопросов, которые как факт состоявшийся нас заставляют принять сложную реальность в той или иной сфере жизни у каждого по-своему. И самим себе ответить на вопрос, а дальше что? И обусловлено это планетой Херон с лунным узлом в знаке Овен. Херон – это символ израненного целителя или той священной раны, которая присутствует в жизни каждого из нас. Возможно, для кого-то из вас это глубоко личностная история, ситуация, о которой вы не можете никому рассказать. Из мифологии мы знаем, что Херон был могучим и очень мудрым кентавром, самым искусным из всей плеяды кентавров. Это образ учителя и искусного врачевателя. Херон учил астрологии, астрономии, математике, искусству охоты и также искусству врачевания. Херон – это получеловек и полуконь. Это словно соединение дикой природы, как наши мечты, эмоции, желания, может быть, страстные желания, и интеллекта, и мудрости. И парадокс заключается в том, что такой мудрый Херон пострадал, как ни странно, от того, кому доверял, от того, кому помогал и кого учил, от своего лучшего ученика Геракла из-за отравленной стрелы, выпущенной Гераклом и случайно попавшей в ногу Херону. И Херон не ставил перед собой недостойных каких-то целей. И нам говорят – помни, кому помогаешь, помни, кого обучаешь. Помни, что то, что ты делаешь из лучших мотивов и побуждений, не всегда может иметь достойное продолжение. И для кого-то из вас, как символ священной раны, могла сложиться достаточно сложная ситуация с близкими людьми. У кого-то родственники, у кого-то дети, может быть, внуки или ваши родители, или те люди, кому вы доверяли, а то и помогали. Вот эта священная рана в каком-то повторяющемся сценарии, то есть с теми людьми, которых вы не сможете отменить. Но в то же время, чтобы выйти из этого надоевшего сценария, из этой парадигмы, из тех, может быть, разрушающих эмоций, нужно принять, что же есть по факту. И это своего рода перезагрузка, и она нужна, необходима для того, чтобы мы не забыли самих себя, мои дорогие. И вот эти энергии, они продлятся до 14 апреля 2027 года. Но мы давайте спросим, подсказки карт, в какой сфере вашей жизни это, может быть, более активно проиграется, или что будет у вас в приоритете, мои дорогие, если мы говорим, что март, своеобразное продолжение на практически три года. Может быть, какая сфера жизни для вас будет наиболее актуальна. И что в связи с этим нужно знать? Сюрпризы, мои дорогие, это какие-то приятности, будем так их называть, неожиданности, но тут что выпадет? Что скрыто? Что вам может помешать, мои дорогие козероги? Что вам будет помогать? И мы посмотрим дела работы бизнес. Это период уже, понятно, где-то по марту. Деньги, энергия денег и личная жизнь. Вот, наверное, уверенность, или, можно сказать, перезагрузка в марте, так это точно, изменить свою жизнь. Но сделать это неторопливо. И, знаете, вам будет помогать пространство, правда, мои дорогие. Вы люди сильные, надежные. И, кстати, все то, что надежно, вот это для вас и важно. Посмотрите, у нас дерево. Это как раз по символике дерево уходит глубоко корнями вглубь земли. И это как раз символика, как может быть тех людей, на которых мы можем положиться, может быть окружение, вы будете менять это окружение. Или ваш вид занятости, каким образом к вам приходят деньги, чтобы это тоже был надежный, достоверный, какой-то источник дохода. Скорее всего, вы не согласитесь на что-то мимолетное, потому что я не хочу с собой рисковать. Вы скорее чего-то подождете, и тогда у вас получится великолепный результат, правда? Как будто деньги в рост идут по этой карте. И все то, что мы делаем, не спеша. И один момент. Продумано. Это все нам приходит. Приносит как и доход, так и радость, так и уверенность, как и благополучие. Но, видимо, перезагрузка все-таки это число 7. И есть неспешность в этой карте. И если мы говорим о картах 2 и нумерологии, все движение или вся активность происходит в 6 стадий. И шестая – это как своего рода победа. Почему, может быть, в картах 2 любая шестерка – это вот как раз о победе какой-то нам говорят. И следом за числом 6 идет 7. И вот это пауза, когда мы должны сохранить эту самую победу. У кого-то из вас это вопросы вашего жилища могут быть, правда. Вопросы, связанные, может быть, с вторичным каким-то заработком. Или у кого-то пассивный доход по этой карте тоже проигрывается. И это может быть все что угодно. У кого-то жилье в наем сдает. У кого-то, может быть, на депозит деньги кладет. Ну, все что угодно. Все же Пентакли, поэтому денежный вопрос – это как, ну, деньги – один из способов взаимодействия с миром. И козероги это понимают. И поэтому в центре внимания вот эта самая финансовая надежность. И надежность в людях. И дом моя крепость тоже где-то так. Что важно знать? Все правильно. Но как будто вот эту семерку Пентаклей, у нас дальше следует Паш Пентаклей, как раз по лестнице иерархии увеличиваются карты. Это карта новых начинаний, новых возможностей, которые нужно добавить уже к той надежности, которая есть. Уже как будто, вы знаете, может быть, периодичность будет где-то до апреля 27-го года. Вы какую-то высоту берете. Потом, ну, как-то консолидируете свои усилия, словно закрепляете свой успех и переходите на ступень выше. Вот так вот постепенно, планомерно будет развиваться ваше благополучие или вопросы по поводу вашего заработка или, может быть, ваше ремесло или ваше творчество. Ну, вот что важно знать? Полный вперед, но так с оглядкой, с вниманием, без каких-то рывков, ускорений. Нет импульса в этих картах, да? Того импульса, когда мы с места в карьер раз и полетели куда-то. Ну, может быть, вам это и не очень свойственно. Ну, мы же под разным асцендентом. Да и луна у каждого в своем знаке зодиака. Солнечный знак, он не расскажет обо всем. Это правда. Давайте идем дальше. И мы заявляли сюрпризы. Вы знаете, у кого-то те отношения, может быть, как вы с кем-то переписывались, или какой-то ваш друг, подруга детства, или кого вы знали прежде. Вот какая-то прежняя история. И, кстати, по этой карте искренние отношения проходят. Она, может быть, как сюрприз, получит продолжение. Или тот человек, мои дорогие, может быть, были отношения ни шатка, ни валка. Вдруг ваш адрес проявит интерес. Или это вы, мои дорогие, в отношении кого-то, проанализировав, проявите интерес. Но именно, опять же, про надежность и про искренность. Вдобавок, там говорят, карты. Это те люди, которые уже проверены. И в сюрпризах, знаете, это может еще проиграться, как, может быть, вы сами, и вы будете чему-то учиться. Есть по этой карте смысл такой, как наставничество. Хотя больше про взаимодействие это нам карта говорит. Но это то взаимодействие, как сюрпризы, да, когда нам приятно видеть человека, общаться с ним. Это лояльность в нашу сторону. Ну, и наша где-то в его сторону. То есть, чего бы ни касались отношения. Или это личный союз. Или, может быть, взаимоотношения с сотрудниками, коллегами. Как-то ровно у вас все выстраивается. Ну, и будут какие-то, если и сюрпризы, то какие-то приятности. Неожиданности, мои дорогие. Вот в неожиданностях, король мечей, у кого-то из вас это я хочу получить новую должность. Вот банально. Или я хочу, ну, каких-то достичь высот, может быть, в бизнесе. Или я хочу получить новое образование юридическое. Или врачебное. Почему нет? Но для кого-то в неожиданностях, правда, проходит по королю мечей, по королю мечей, вопросы, связанные, может быть, с разбирательствами в суде. Или каким-то медиаторством, налоговые органы. В неожиданностях. Вот, знаете, всё, что касается документов, должно быть в очень идеальном состоянии. Как бы карта приглашает проверить. Может быть, и наперёд до 27-го года. Быть очень внимательным, прежде подписывать документы. Всё прочитать. Всё прочитать. Разным шрифтом. Не полагаться на авось или на то, что, ну, как-то решится сама собой та или иная ситуация. Здесь всё же карта нам говорит, если ты чего-то не знаешь, лучше обратись к адвокату или юристу. Разузнай, как в отношении тебя работает закон. А если вы надумали открыть личное дело, тогда тоже нужно просчитать всё до мелочей. Просто помнить. Я должна ещё сказать, что, вы знаете, период такой, когда Плутон в Адолее, а всё же это у нас на 20 лет, ни в азартные игры лучше не играть, ни надеяться на его величество случай, ни участвовать, кстати, в каких-то мутных сделках, потому что словно какая-то обратка к нам может прилететь. Нет, вот, понимаете, того, что даётся даром. Но я думаю, для вас это не актуально. Но всё же мы все разные. Чаще козерог как раз в каких-то, если участвовать в проектах, в общем-то, нам и сказали, то то, что уже надёжно, то, что на года, а не то, что мимолетно сегодня есть, а завтра растворилось как дым. Но на всякий случай хотя бы допускать, что мы чего-то можем не заметить и в чём-то может быть подвох. Внимание! Что скрыто, давайте мы с вами узнаем. Ну, правда, два короля это уже какие-то у нас инстанции или чиновники высокого ранга или это вы, мои дорогие, ведь это ваша карта. Кто-то будет делать карьеру, и ваша карьера будет головокружительной, это точно. Она будет продвигаться, это не так быстро, но это будет что-то настолько надёжное, значимое, когда вы себя почувствуете по-другому. Это, правда, будет смена статуса. Вообще скрыто, нет ничего скрытого. Это вы сами будете, мои дорогие. Где-то не предвосхищая, и, как известно, успех, удача любят тишину, вы не будете о себе распространяться или о своих планах, намерениях, и это будет правильно. Но сильная позиция. Нет того, кто или что-то бы от вас скрывал, понимаете? Вы сами в своих энергиях очень сильны, и надейтесь сами на себя. И у кого-то, правда, большое будущее будет. Что вам может помешать? Иллюзии. Ну вот, правда. И смотрите, ещё одна семёрка. Иллюзии или где-то надежды, что сам по себе решится какой-то вопрос. Ну, видимо, для кого-то это проиграется. Или, может быть, будут какие-то заманчивые предложения, обещания, мои дорогие, будьте реалистом. Две семёрки. Видимо, в тот период ожиданий, может быть, будет таковое, но без этого не бывает. Мы можем где-то соскользнуть в эмоциональную какую-то, ну, нам захочется, может быть, даже, да, так немножко пофантазировать. Так вот, всё, что касается конкретики, там не должно быть фантазии. То есть любая фантазия – это со знаком плюс, если это наша мечта, которую мы можем перевести в намерение. А намерение – это что? Это тезис-план. Вот если мы можем что-то прописать на бумаге, хотя бы так вот пополам, лист разлинеяли, и на одной половине запишем, на другой против, что как бы способствует, что препятствует. Это правда. Это работает железно, по себе знаю. Если мы выкладываем уже в письме это, значит, определённо есть чем-то заниматься, смысл. А если оно как-то идёт со скрипом, скорее всего, что-то мы ещё не додумали. Может быть, вот додумать именно что-то нужно будет вам, или, знаете, когда найти информацию. Вот, может быть, и так. Может быть, юридическую какую-то информацию. Или как правильно решить тот или иной вопрос, как обустроить, к какому чиновнику пойти, почему нет. Или как это в реальности, вот вашу задумку осуществить. Так тоже может быть. Что же будет помогать? Знаете, тут, наверное, будет так. Для тех, мои дорогие козероги, кто имеет намерение делать карьеру, и неважно, бизнес у вас как расширение идёт, или когда вы сами хотите власти, я прямо скажу, вот у вас это получится. Но путь к этому будет лежать через полную смену общения, круга общения вашего. И у кого-то проиграется и первое, и второе. То есть вы, наверное, профильтруете как и ближайшее ваше окружение, так и далёкое. И будет помогать, может быть, как те люди, которые имеют, как и полномочия, конечно, и обязанности, но и, как мы говорим, длинные руки или рычаги влияния какие-то. Вот это тоже вам помогает. Или те знакомства, которыми мы обладаем и называем их полезными, вы будете их сохранять тоже. Они и вам могут помочь. Что ещё помогает? Уважение к системе иерархии, к законам, к порядку. И даже если мы с законом не соглашаемся, то никто не спорит. Нужно именно следовать букве закона. И даже если пошли по чиновникам и в одной двери или в одном кабинете, будем говорить, не решили наш вопрос, а нам предлагают ещё собрать 10 подписей, поверьте, вот с такими картами лучше зайти в 10 кабинетов. Это будет в разы быстрее, нежели мы как-то что-то доказываем. Поэтому уважение как к власти таковой с новыми возможностями для вас будет помогать. Дело работы бизнес. Вы собрали, просмотрите, трёх королей, мои дорогие козероги. Ну, правда, построение карьеры. И где-то переключение, как по королю кубков, между эмоциями и какой-то конкретикой. Вот тут он мастер. Там, где можно проявить эмоции, вот у нас как раз шестёрка кубков напротив. Там, или те вопросы, которые касаются личной жизни, любящих людей, тех, кто нам дорог, кому мы дороги. Там, где искренность присутствует, вот там король кубков проявляет эмоции. Во всех остальных случаях он умеет транслировать лояльность и при этом оставаться очень хладнокровным, просчитывать что-то, анализировать быстро, правильно оценивать ситуацию. И вот эти энергии, как будто карта вам рекомендует применять у вас, потому что действительно, среди вас или вы окажетесь среди других людей, но есть определённая смена, как будто общности, смена статуса, смена сферы, как и вашего влияния, так и людей, которые вас окружают. У кого-то, может быть, это через личную жизнь придёт. Когда ваш партнёр в другом статусе, так тоже может быть, или вы сами. Есть какая-то вот такая взаимосвязь. Давайте посмотрим, но возможности мы уже только о них и говорим как раз. Давайте про деньги. Смотрите, ещё вам выпадает старшая конклесница, и всё то, что я говорила про заработки, тут действительно новые способы заработка, возможность. И иногда, вы знаете, по деньгам тут могут словно ускоряться события. По карте колесница, ну где такое железо, пока горячо. И если что-то приходит как предложение, мои дорогие, следует определённо на что-то отреагировать. По карте колесницы мы всегда реагируем. Не анализируем с какой-то прежней ситуацией. Нет. Если необходимо, лучше найти, может быть, юридическую какую-то информацию, как обустроить то или иное дело. Хотя, вот я сейчас, глядя на все эти карты, в неожиданностях, для кого-то ведь из вас, мои дорогие, может быть, знакомство с человеком, который, может быть, имеет солнечный знак, или асцендент, или даже по Луне, воздушной стихии. Это близнецы, весы и водолей, вполне вероятно. И кто знает, это вот может быть вот какая-то и любовная история, когда вы были с человеком на расстоянии, а здесь вы задумаете проживать вместе, может быть, или какой-то бизнес вы организуете, может быть, с кем-то из прежних друзей проверенных, или людей знающих, которые, как вас знают, и вы их как будто, ну, тоже, тоже есть какая-то уверенность. Но если на деньги колеснится, будут перемены. У вас перемены в статусе, поэтому, соответственно, будут и какие-то новые возможности. По карте колеснится, и ведь это старший аркан, пусть он выпадает в вас на сферу финансов, но, мои дорогие козероги, нам говорят, не оглядывайся назад. Встречай все новое, что приходит на твой порог или в твое пространство. Это все как будто во благо или сами по себе перемены, которые врываются в вашу жизнь. Не будет ничто, как прежде. И правда, почему бы быть, как прежде, Плутон уже не в вашем знаке. Он уже там совершил все, что мог. И пошел знак Водолея. Но, кстати, в знаке Водолея это другой Плутон. И это совсем не тот Плутон, который у вас словно пытался сломать какой-то порядок, систему. Все где-то перекорежить. Вот хочется мне сказать это слово. А нет, Плутон, Водолей, он как раз будет поддерживать наше начинание. Вот этот новый вкус к свободе. Нашу индивидуальность, мои дорогие. Поэтому все со знаком плюс. Но быстрая смена событий, кстати. И у вас это выпадает в личной жизни. Вы знаете, много будет новых людей. Вот даже, наверное, в течение марта месяца или вам, может, даже вы прочувствуете, что словно обстановка вокруг меня меняется. Как будто, как и новые люди интересные приходят. И с одним из них вам захочется дружить. Вот у кого-то может так проиграться. Королева Жезлов. Может быть, это подсказка вам самим, как энергетика этой карты. Королева Жезлов очень притягательна. С ней хочется как раз общаться. Но она обладает великолепным даром. Вы никогда не знаете, что она думает. Она умеет хранить тайные секреты, как свои, так и чужие. И у кого-то вот как раз, что скрыто, и здесь выпадает Королева Жезлов. Правда? Не вы что-то можете скрывать и правильно делаете. Если какая-то есть задумка, значит, определенно, нужно сначала словно прочувствовать почву. Что-то просчитать, узнать. Может быть, юридически, как это согласуется. А потом только к этому приступать. И не важно, чего это касается. У вас достаточно сильная позиция, мои дорогие. И не важно, хоть вы в браке, хоть вы в партнерских отношениях, или сложные какие-то отношения, или вы один или одна, вы задаете тон. Потому что по Королеве Жезлов идут те люди. Это знаете, как значение. Когда жизнь, может быть, и ставила нас на колени. Но мы каждый раз подымались. Потому что надеялись сами на себя. И примечательно, что над Королевой Жезлов как раз ваша карта. Вот, видимо, где-то начнете так вот осторожненько реализовывать какой-то свой проект. Придаст вам вдохновение какая-то ваша личная история. Я думаю, так. Или, может быть, удачно как-то будут складываться отношения в социуме, мои дорогие. Это тоже есть такое. Новые люди придут в вашу жизнь. И это будет, знаете, как драйв какой-то интерес, какой-то другой. И как финансовая история меняется, так и есть возможность кардинально изменить свой статус. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги. И будьте счастливы. Будьте любимы всегда.